Умирая, понимая, что она умирает, она сказала, ну что, это было как минимум интересно. Познавра трудно поставить ступик. Но там было такое жёсткое интервью, и она спросила, я-то посмотрела вокруг ваших друзей, вы не дружите с ровесниками? Он так как-то растерялся. Нет, нет, счастье не зависит от возраста. Нина Витальевна, сегодня очень серьёзная тема, и я бы даже сказала, что для многих людей тема трагическая, это тема возраста. Никто не хочет стареть, никому не нравится наблюдать эти изменения в зеркале, особенно если зрение хорошее, а внешность уже не очень. Если зрение хорошее, значит возраст небольшой. Значит, первый вопрос, давайте определимся, а когда человек вообще становится старым? Ой, нет, есть объективная старость. Сейчас всё это отодвинулось, поэтому я так полагаю 80+, уже в зависимости от состояния здоровья. Ну и у некоторых, к сожалению, там состояние здоровья такое, что даже может быть 70+, но сейчас это всё отодвинулось лет на 15. Потому что в наше время 60+, это было действительно уже люди пожилые, пенсионеры, ну а 70 – старики. Ну сейчас не так. Сейчас 70 – это пожилые пенсионеры, а 80 и плюс – старики. Ну вот смотрите, мы знаем людей, которым 80 лет, а у них энергия, энергетика какая-то очень молодая. Вот что это такое? То есть это же не цифра в паспорте, да, как вот там кто-то говорит «вот», там… Я бы вообще разделила понятие, так сказать, физического возраста и какого-то психологического возраста. Это просто совершенно несовпадающие вещи. Есть молодые старики, я их встречала. Ну вот что такое эта старость? Вот в чём она именно психологически? Это бубнёж, это вечные претензии ко всему, кроме себя. Это нежелание изучать новое, боязнь нового. Это цепляние за какие-то привычности. Вот это всё старость. И нежелание на собой делать никаких усилий. Вот это всё старость. Поэтому пока мы чего-то такое двигаемся, колготимся, чего-то пытаемся, но в возрасте труднее иногда. Вы знаете, от чего я устаю по-настоящему? Где я чувствую возраст? Я устала от того, что я не знаю, где просыпаюсь. От того, что мне надо опять соображать, когда я проснулась, в какую сторону мне пойти. Потому что много переездов. Да. У меня не бывает больше фактически недели на одном месте. Для меня самый большой подарок – это две недели на одном месте, чтобы я привыкла к кровати. И вот это моя штука такая, сложившаяся, мною сложившаяся. Это мой был выбор, что я живу в Нижнем, работаю в Москве. Когда мне было 40, и даже когда мне было 50, это было весело. Я любила все эти поездные самолёты, и перемещения, и разные форматы. Есть у меня муж, семья, там у меня коллективы творческие, всякие люди вокруг, и всё на свете. И Москва такая вся живая. А тут у меня, и здесь моя команда, и вот это всё было. А сейчас бы я очень как-то хотела, чтобы всё это было как-то в одном месте и поближе к природе. Я много видела вокруг себя людей. Начнём с Ростислава Алексеева знаменитого, который, когда спрашивали о секретах его в молодости, там был, наверное, 60+. Он ведь рано ушёл в жизни, 60+, наверное. Ну и тогда 60+, это считалось уже... Да-да-да, но он был весь в студентах, в планах, в идеях, и всякие творил чудеса. Типа, когда он свою ракету привёз на Всемирный молодёжный фестиваль в Москву, это же он такой смелый был человек. Такие творил невероятные вещи. И у меня директором телевидения была, когда я поступала на работу, Родина Александровна Шабарова, человек сильно старше меня. В 90-м они отметили. Мне 68-22 года, да? И я всегда наблюдала за ней с восторгом. Ей безумно нравилось всё новое всегда. И она очень любила молодёжь. Так вот, я сейчас 90, я её навещаю, и мне так интересно с ней разговаривать. И вот эти молодые глаза весёлые. Мне иногда кажется, что она в моей жизни понимает больше, чем я. Потому что я не жалуюсь совсем, как ты понимаешь, да? Но вот она говорит, слушай, а ты, наверное, от машины устала. Вот умение слушать. Вот умение слушать, умение вникать, интерес другим людям. И всё время звонить телефону. Это молодость. Человеку 90 лет всё время звонить телефону. Она всем нужна. Да. Давайте вернёмся на секунду к Алексееву. Как он отвечал на вопрос о секрете своей молодости? Дружить с молодыми. Дружить с молодыми. И старость не наступит. Никогда. Никогда. А он с ровесниками не дружил. Прекрасно. Я помню ещё интервью, которое брала моя ученица Гузель Ибрагимова у Познера. Познера трудно поставить в тупик. Но там было такое жёсткое интервью. И она спросила, я-то посмотрела вокруг ваших друзей, вы не дружите с ровесниками? И он так как-то растерялся. И говорит, слушайте, ну я в возрасте вообще не думаю, ровесник не... А потом рассмеялся и говорит, да, это правда. Это правда. Я дружу с молодыми. Дружите с молодыми. Отлично. Следующий вопрос. Что такое старость, когда она наступает? Разобрались. Следующий вопрос. Что такое счастливая старость? Ну это тоже не имеет отношение к возрасту. Потому что бывает счастливая и несчастливая молодость. Ну то есть от возраста не зависит? Нет. Нет. Счастье не зависит от возраста. Счастливая старость, это, наверное, во-первых, все-таки ощущение, что жизнь прожится не зря. Тут я недавно прочитала Акунина. У него есть великолепные, не знаю, читали вы или нет, такие зарисовочки про каких-то невыкновенных людей. Это про женщину, которая спасла Англию от чумы. Причем она специально поехала, она заболела чумой. У нее было испорчено все лицо. До этого она была, она из леди, из этих сэров, пэров, мэров, в общем, не мэров, конечно, но из элиты английской. Прекрасная история. И когда, значит, вот она заболела, и лицо было, оспы, оспы, лицо было испорчено, она уехала в Африку, она стала лечить людей, она овладела этим всем, и там же она нашла растение, в которое верили в Африке. Она привезла его в Англию, и ей разрешили это попробовать на людях. И она добилась того, что это все патентовали, что было, то есть она сделала невероятную вещь. Она была богатой, она любила плавать в бассейнах, в голуби, и у нее были какие-то такие потрясающие любовные истории. Она писала книги и прожила долго. И когда было 80, это потрясающая фраза. Эта фраза, знаешь, могла бы сказать еще моя мама и моя любимая тетя Зина, которая, конечно, мой ментор, мы не знали таких слов, умирая, понимая, что она умирает, она сказала, ну что, это было как минимум интересно. А? Зацени. Да, да. Ну подождите, все равно счастливая старость, это старость без болезней, нет? Нет. Старость с деньгами? Нет. Нет. Нет, нет, все хорошо. Без болезней хорошо, деньгами хорошо. То есть без болезней лучше, чем с болезнями, с деньгами лучше, чем без денег. Да. Но это никак не показатель счастья. Но главное, чтобы было интересно. Ну главное, что это вот все как-то было, это поле перейти надо, жизнь прожить, поле перейти. Вот что есть, что вспомнить, есть, что вот это все было не зря. Есть много активностей, которые были не зря. И я не знаю, как померить ценность жизни. Меня иногда пугает и тебе скажут, что я никому не говорю. Меня пугает быстротечность вот этой вот нашей памяти. Вот не буду называть никаких имен, но предположим, красивый большой город и открывается табличка мереальная к красивому большому человеку, который очень много сделал. Ну скажем, для образования. И там стоят ученики, и люди, и губернаторы, и мэры, и говорят слова. Через три или четыре года я прохожу им этой табличке, она отбитая, а еще через несколько лет ее нет. И никто не собирается, и никто не вспоминает. И вспоминают кто? Дети, друзья, ученики, семья. Очень быстротечно все. Новые герои приходят. И все это вот остаться в веках, чтобы тебе поставили там память какой-то, это вообще не цель. Ты свою жизнь сам оцениваешь самым лучшим образом. И если ты себе в чем-то, почему-то от чего-то отказывал, не брался за какие-то возможности, которые тебе давала судьба, или ленился, или еще что-то, или ты потерял человека, которого ты на самом деле очень любил, просто потому, что не сказал. Или ты потерял связь с ребенком. На Западе вот это уже очень часто принято просто. С кем ты из детей общаешься, с кем ты из детей не общаешься. Я понимаю, что для меня это была прям тяжеленная травма. Я бы прям вот себя очень винила. я бы не знаю как. В общем, короче говоря, счастливая старость это когда ты прожил жизнь, и у тебя не осталось ну как бы сожалений таких больших, что ты все сделал правильно. Да, да. С болезнью можно разобраться. Отлично. И последний вопрос по поводу возраста. Значит, пишет женщина, не указывает, какой возраст, но пишет, что ее неотступно преследует страх старости, вот немощности, когда ты там болеешь, там, ну в общем, короче говоря, она боится, что какая-то такая, ну плохая у нее будет старость, и она станет обузой для детей. Вопрос, как избавиться от страха. Вот такого и возможно ли это вообще? И как с этим жить? Ну, первое, страхи это полезно. Они нас как-то мобилизуют. А если они нас демобилизуют, это страх не полезный. Его лучшее жить. С детьми надо поговорить. Просто откровенно сказать. Вы знаете, я что-то все время вот смотрю, что я и боюсь, и старею, послушать от них. что-то. Потому что, если это нормальные, хорошие дети, то вы получите от них поддержку, что они готовы заботиться, даже хотят заботиться. Вчера я вела маму на час программу, и там тоже был вопрос такой, как дать сигнал детям, что я нуждаюсь в помощи. Да просто дать сигнал детям, просто сказать, я нуждаюсь в помощи. Почему мы не доверяем детям? Дети у нас хорошие. И этот отзыв уже может быть хороший. Но потом, мне кажется, любая концентрация на плохом уже приводит к плохому. И если человек чего-то боится, он начинает в это погружаться. Вот это рефлексия излишняя. Надо переключиться, надо все-таки заниматься тем, что приносит радость. Позитивную энергию мы берем от других, и от солнца, и не знаю там от чего, но мы ее еще и аккумулируем в себе, мы растим ее в себе. И если человек чаще улыбается, он лучше себя чувствует. И чаще смеется, так он вообще дольше живет. Поэтому вот надо понимать, что это очень все непродуктивно. И еще, мне кажется, очень важно, я не буду врать. Меня эти морщинки тоже вот не радуют. И когда я вдруг начинаю задыхаться, просто пройдя по лестнице, мне это не нравится. И в йоге, несмотря на то, что мой тренер меня все время хвалит, я же понимаю, насколько и как я могу поднять руку-ногу. А еще, когда поднимаешь руку и видишь вот здесь вот что-то, то тоже как-то... Что, это моя рука, что ли? Это моя рука. Я привыкла, что я раздеваюсь с удовольствием. Тут что-то это удовольствие куда-то исчезло. Это все приходит. И это не радует. С одной стороны. Но с другой стороны, как говорила моя мудрая мама, смотрите на детей. Дети какие взрослые. Это же все связано. Я, может быть, и старею уже, но они... Когда дочери становятся 50, а мне там 60-80... То есть мы вообще почти... Ну, ровесники в смысле партнерства по мозгам, по разговорам. Столько открывается всего, и можно никуда не спешить. И можно заниматься по-настоящему тем, что любишь. Мне кажется, природа так мудро все устроила. Вот каждому возрасту, если человек отдается этому спокойно и осознанно, каждому возрасту даны такие занятия, дела и радости, которые другие просто... Это, знаешь, могу привести метафору. Я рожала первого ребенка в роддоме, где было там... Ну, 17 человек в палате. Ну, это правда. Еще около московского вокзала нашего. То есть там прямо с этого вокзала привозили. Они этих детей пытались ногами убить, когда они рождались. Там это все... Все это врачи рассказывали. Я была там абсолютно... Ну, аномалия. Потому что, во-первых, я не орала. Да, я не орала. Я приехала такая интеллигентная девочка. И все было плохо. 24 часа я там провела в мучениях. Но мне сказала моя подруга, что главное не терять перерывы между схватками. Они обязательно будут. Ссороточиться надо не на том, когда больно и схватка, а на том, когда ее нет. Природа дает передыхи. И я такая маленькая. Вся вот в этом вот во всем. Потому что давление там... Не буду рассказывать там всякие гадости. Я учила этих теток, которые прыгали по кровати. Во-первых, это было страшно. Они прыгают по кровати. Ребенок может родиться с аномалией. А во-вторых, они когда прыгают, то они пропускают между схватками. И я пыталась им разумно объяснить, что между схватками бывают перерывы. И она меня предупредила. И мне Вова, значит, купила. У меня были мандаринки и шоколадки. Вот когда между схватками перерыв, можно пососать мандаринку. А в другой шоколадку. Роды для меня прошли идеально. И я через меньше, чем два года родила второго ребенка. Хотя это были сложные роды. Очень. С Катей еще сложнее, потому что я лежала под капельницами, руками, ногами. А все равно я сротачивалась, дышала и веселилась между схватками. Так вот, эти вот люди, которые про морщинки и про немощность, они пропускают другое. Они все время в схватках. Они все время в боли. Они пропускают вот это очень важное, что дает природа. Можно столько друзей, может быть, столько книг. Сейчас YouTube, сейчас столько социальных сетей интересных. Можно столько всего узнать о жизни, что мы когда-то откладывали. Языки иностранные, они, конечно, идут туго, но это такое счастье. Даже маленькое продвижение. Кино. Сколько сейчас кино. Сесть и посмотреть всех. Это моя мечта, отложенная туда. Оскароносные фильмы какие-то, фильмы, о которых говорят. У меня на них сейчас нету ни времени, ни сил, ни энергии. Потом фильмы тяжелые меня убивают как-то эмоционально. В общем, сосредоточьтесь на промежутках между схватками.